Музей с вами. Именно с таким девизом Донецкий художественный музей продолжает держать связь со своими посетителями с помощью онлайн-занятий и мастер-классов по скайпу. В рамках проекта «Музей с вами» мы проводим онлайн-мастер-классы по изобразительному искусству и музейные занятия, квесты. Вы можете выбрать любое занятие из предложений музея, предварительно написав в скайп художественного музея или позвонив по телефону. Мы разными материалами, разными техниками работаем, как в обычное время, просто онлайн. В скайпе у нас есть группа, где собираются и дети, и взрослые, все желающие заранее записываются на определенные занятия, которые им понравились. И за час, за полтора вы сможете сделать картину акрилом, графическим материалом, любой, без художественной подготовки. Также в рамках проекта «Музей с вами» в социальных сетях художественного музея вы можете совершать виртуальные прогулки, где под чутким руководством кураторов выставок вас познакомят с знаменитыми произведениями из фонда музея. Эта работа называется «Маракеш». Написана она была в 1928 году. К этому времени художницей было пережито очень многое. Революция 1917 года сделала невозможной предыдущую тихую, спокойную, размеренную жизнь, к которой привыкла Серебрякова, ее семья и вообще все люди их круга. Так неожиданно получилось, что отдыхать и приводить потолок не получается. И даже больше скажу, есть легкое напряжение, но оно такого другого плана. Почему? Потому что сейчас мы занимаемся работой, которой, может быть, даже раньше как-то и не сильно занимались. Есть вещи, которые делали в первый раз, например, видеоролики, причем своими силами, подчас. Далее, онлайн-занятия. И тут сказался просто опыт, потому что сотрудники музея очень хорошо умеют это делать вживую, вот с живыми, реальными людьми. Вот. Ну а теперь просто пришлось их опыт переложить на цифру, скажем так, вывести в онлайн-режим. И я могу сказать, ну, на наш взгляд, это неплохо получается. Это мастер-классы, это занятия, это общение по скайпу, это лекции и так далее, и так далее. Даже вебинары уже сейчас проводят сотрудники, вот, например, Елена Борисовна Блокая проводят вебинары, и которые находят отклик. Есть люди, которые следят за этим, слушают, обмениваются с ней информацией. Ну, такое, очень интересное. Ну, рисование творчества – это уже релакс, и мы работаем тоже с многими релакс-техниками, которые полезны и для детей, и для взрослых. Никакой художественной подготовки они не требуют. Ну, как бы это увлекательно, это развивает и мышление, и фантазию. Некоторые работы в техниках, ну, допустим, пластилинография способствуют для детей, для развития мелкой моторики, фантазии. Творчество и искусство – это отличный способ провести время с пользой и культурно обогатиться. Следите за анонсами художественного музея, выбирайте занятия по душе и записывайтесь. Скучно точно не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова